В общем, друзья, нашёл я применение, куда мне деть большое количество Arduino Uno. Дело в том, что они по умолчанию вместе с экраном не влезали вот в этот корпус, но отделив I2C интерфейс от экрана и подключив, можно было вот так вот компактно упрятать, ещё место остаётся для батарейки, что сделано на основе этого препротивнейшего Uno и вот этого дурацкого 1602 дисплея. Объясню, у меня есть принтер RECO 150 EV, очень хороший принтер, но, сами понимаете, иногда у него заканчиваются картриджи, а покупать новый, в общем-то, чрезвычайно дорого. Поэтому было принято решение чиповать его, то есть закачивать сюда дамп прошивки картриджа. Это снято с этого принтера. Чип, здесь I2C-шный чип 2401B, 128 байт. Есть ещё такой же на 0.1, а 0.2, 2402. Это у нас уже побольше там. Вот, это две возможные модификации этого картриджа. Значит, принтер я много раз уже перепрошивал, но эти картриджи стали серийный номер он запоминать, обновилась прошивка и приходится теперь редактировать, помимо обнулять счётчик, ещё и серийный номер какой-нибудь придумывать. Значит, с компьютера он прошивается только через Pony Proc и через железный хардварный Comport. А порты у меня далеко, и, в общем-то, надоело всё это дело. Поэтому был собран вот такой вот программатор с SD-картой, на которой хранятся прошивки. Можно скидывать дампы, вот, потом читать его. Значит, для того, чтобы этот картридж можно было считывать, был вот такой придуманный интерфейс. Эти штучки были взяты от какого-то старого мобильника. Сюда вот так вот, достаточно грубо, может быть, просто на камере так. Так, в принципе, рабочий интерфейс. То есть сюда заводится картридж. Таким вот образом. Чип, вернее. И вот эта штука поворачивается. Вот всё. Значит, чип на месте. Значит, соответственно, вот сюда это всё подведено. ГМД, ВЦЦ, ДАТА и ЦЛК. Вот. Всё это так вот сделано. Ещё кнопки были сделаны. Аналоговые. Сейчас я закрою и продемонстрирую работу этого дела. Вот так оно работает. Чип можно просто было бы прижимать. Просто вот так вот держа рукой. Но я посчитал, не особо это удобно. Пускай лучше он нормально держится. Соответственно, пока работает только вот в USB. Ну, ничего страшного. Вначале проверяет, делает тест SD-карты. Вот. И, соответственно, мы можем сразу проверить, что за чип. Всё. Нажимаем. Чип анкноун. Ну, это как обычно. То есть, рика не определяется. Значит, здесь есть как бы меню. Работает, определяет Chrome. Это специальный, ещё ксерокс, это или что, как бы. Вот. Но, меня интересует, что здесь можно вот считывать дампы этих читов, чипов. И, соответственно, вот сейчас на 24C02, 256 выбрал. А можно ещё тут вот разная поддержка. 24C16, C8, 04, 2. Вот, как уже сказалось, да, чип 24C01B. Значит, к нему нужно было вот такой дамп. Дамп он сохраняет тоже на SD-карте. Нажимаю. Дампс 21. Вот сюда вот он записал. Значит, после чего этот дамп можно модифицировать. И, соответственно, с карточки отсюда просчитать. Вот. В принципе, сейчас покажу. После того, как он прочёл дамп, почему-то у меня недоступна директория дамп. Приходится перегружать. Потом, может быть, по фиг всё это дело. Также он, так как это дисплей I2C, а оригинальный программатор работает на просто дисплее, там была сделана настройка, чтобы он не сканировал I2C-шный адрес этого дисплея. Иначе возникали там какие-то жуткие вещи. Вот. Сейчас я теперь попробую этот дамп записать. То есть, я вот выбираю. Здесь очень много дампов. И вот последний дамп, к примеру. Это у меня 21. Нажимаю. Вот. И он записал. Всё. Берём этот... Ну, дамп я должен был модифицировать, естественно. Вот. После этого снимаю и вставляю его в принтер. И он опять готов там печатать либо 700, либо 1500 копий. Вот такая вот вещь. В принципе, её можно модернизировать. Ещё на что... Он понимает Canon, Rico, Xerox, там самсунговские чипы. Вот. Чипы с Chrome, так называемым. Очень много всего. Вот. Так что очень рекомендую. Если у вас есть такая Uno, можно вот в такую коробочку всё так хитро запихнуть. Вместе с A2C-дисплеем и кнопольками. И аналоговым. Вот. И будет неплохое, в общем-то, устройство. Так называемый стендалон. Можно вставить сюда батарейку, аккумулятор. И вообще будет автономная станция для прошивки чипов. Всё. Благодарю за внимание. До свидания.